Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг, с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов от Бутик Политик. Сегодня 9 ноября 2022 среда. Сегодняшнюю программу построим по следующему принципу. Во-первых, мы поговорим о решении, принятом России, об уходе из Херсона, российских войск из Херсона. Это первое, с этого мы начнем, потом мы должны, по идее, если все будет нормально, и мы уложимся, то есть я уложусь в восстановленные временные рамки, что с трудом мне представляется возможным, я постараюсь. А то мы перейдем к визиту Си Цзиньпиня в Саудовскую Аравию, ожидающемуся, и после этого, уже оставаясь в регионе, коснемся израильского удара по Абу-Камаль, это между Сирией и Ираком есть такое место, почти на границе, где израильтяне нанесли удар по конвою, расскажу о том, что я знаю, ну и заодно там некоторые еще вещи обсудим попутно. Очень много остается тем вне программы, к сожалению, потому что информационное поле насыщенное, но потихонечку-потихонечку и долги эти я буду отдавать со временем. Но надеюсь, что про мир между Адисабебой и Тигреем я расскажу тоже, да, как в какой-то момент, потому как он уже как бы в договоре договоренности подписан, и осталось только рассказать, в чем они заключаются, и в принципе подумать, насколько они, чья это победа, чья это успех. Поговорим об этом, может быть, в следующей программе, может быть, завтра, когда будем долги подбивать все уже. Если опять же повестка не принесет нам ничего экстраординарного, как сегодняшнее решение о выходе из Херсона, ну я дальше уже в программе расскажу, вы можете мне писать ваши комментарии, вопросы, добро пожаловать, 347-460-0877 для тех, кто в прямом эфире меня слушает или смотрит New York, Miami, Philadelphia, Application iHeart, Application Ruisa Radio везде в нации, веб-сайт Ruisaidat.fm тоже, кстати, и можно смотреть на нем. Все остальные, кто смотрит на YouTube в любой точке земного шара и подписывается на канал, спасибо большое за доверие, подписка растет достаточно неплохим темпом. И там, кстати, можно легко комментировать, и я тоже там легко в интеракцию вступаю. Комментарии я вижу через какое-то время и могу прям там отвечать. А если вопрос касается многих, то тогда это происходит уже непосредственно в следующих программах, потому что эта запись, так же, как и на SoundCloud, в любой точке земного шара, можно аудио послушать, он там есть. Сегодня пришла информация о двух вещах. Первое, о том, что министр обороны России Сергей Шойгу объявил о том, что российские войска в ближайшее время покинут Херсон, отставят его. Ну и раньше, кстати, генерал Суровикин говорил, когда он только заступил, командующий специальной военной операцией, когда он только заступил на свою позицию, на свой пост, то он сказал, что после анализа того, что происходит, что российский военный контингент в Херсоне находится в очень тяжелом положении и очень сложные решения должны быть приняты, да. В тот момент мы подумали, что эти решения могут включать в себя вещи не такие, как оставить Херсон, а как применение неконвенционального оружия или там какие-то еще варианты, допустим, осложнения продвижения вперед украинских войск, в частности, например, взрывы Каховской дамбы. Ну, много разных вариантов называлось того, что возможно, но в итоге, я так понимаю, что было принято. Если эта информация на самом деле не является дезинформацией, да, что, в принципе, возможно, целенаправленная деза тоже, мы об этом еще поговорим сегодня, что на самом деле возможно, то тогда это, естественно, огромный успех херсонских вооруженных сил и достаточно серьезное поражение для Кремля. Абсолютно такое, причем видное, явное, и это уже не первое, как бы, в череде, с начала отступления. Началось, как бы, все в марте с отступления из-под Киева, потом контр-офенсия, контр-наступление украинских войск на северо-востоке, отступление оттуда на северо-востоке Украины, из-под Харькова, да, такое дежавю 42-го, 42-го года, да, потом, и вот наступление на Херсон украинских вооруженных сил, вот это такое третье в череде достаточно болезненных ударов, да, которые Кремль получил в результате введения этой военной кампании. Значит, если, опять же, если все, что нам сообщают, является, как по-английски, заседжением, да, то есть настоящей информацией, аутентичной, и не несет в себе ни элемента дезинформации, и не несет в себе элемента тактического или стратегического маневра. Для этого неплохо было бы, конечно, послушать военного эксперта. Я самым не являюсь, и таковым не обладаю. Чуть не забыл. В начале этого всего разговора хотелось бы... Маленький дисклеймер, да, еще раз. Мнения, которые я высказываю, высказывают, они мои личные мнения. Они обязательно совсем и часто не совпадают с мнением редакции. Я независимый политолог, получивший американское образование. Не имею никакого иностранного финансирования. Так же, как и радиостанция РУЭСЭ, которая является независимой американской радиостанцией, не имеющей никакого иностранного финансирования. Для того, чтобы ни у кого не было никаких... Это коммерческая радиостанция, чтобы ни у кого не было никаких мыслей по поводу того, что мнения, которые здесь высказываются, кем-либо или чем-либо ангажированы. Нет, они независимы, они... Мои личные мнения. Теперь, возвращаясь к теме Херсона, она безумно важна. И, кстати, достаточно трезвый, на мой взгляд, господин Подоляк продемонстрировал советник президента Украины, который в твиттере сегодня написал, что мы не верим, с трудом представляется себе, можно представить себе, что Россия сдаст Херсон без боя. И это правда удивительно, да, такое заявление. Оно может означать, как бы, желание, наверное, в город заманить украинские вооруженные силы. Вполне возможно, что это так. Опять же, тут требуется экспертное военное мнение, насколько возможно, насколько русские войска после эвакуации на Левый берег, например, да, смогут после этого совершить... Остается у них возможность какого-то маневра для того, чтобы там каким-то образом потом этот город отбивать или там закрыть, например, да, я сейчас фантазирую, закрыть наступающий украинский отрез, из этих, да, каким-то образом и закрыть их котел, например, окружить там какую-то крупную группировку украинских вооруженных сил. То есть то, ради чего подобные действия имеют смысл, да, оставление города, как бы, да, сделать вид, что это на самом деле отступление, и когда зайдут, потом как бы исполнить какой-то маневр и таким образом добиться решительной победы там, в этом регионе, разгромив крупную группировку войск. Теоретически такое возможно, на самом деле, сегодня на практике я старому себе представляю, как это возможно. Потому что по всем источникам информации, которыми я обладаю в данный момент, ну, например, Вовтриджон пишет, что уходят российские войска, скорее всего, на уже укрепленные позиции на другом берегу Днепра, и там они, и вот то, что сейчас происходит, как бы это последнее, вот то, что украинские вооруженные силы перед зимой пытаются сделать и сделают, потому что зимой всем понятно, что интенсивность наступательных операций, интенсивность ведения военного конфликта самого снизится просто из-за погоды, из-за зимы и так далее, и так далее. Одновременно с этим параллельное развитие идет, это параллельное развитие, вот пришла тоже информация о том, что погиб заместитель главы администрации, глава Херсонской администрации, господин Сальдо, и его заместитель Кирилл Стремонусов погиб сегодня в Херсонской области, уже в результате автомобильной аварии, что с трудом представляется, как это вообще возможно. Во-первых, у него был водитель, и он почему-то им не воспользовался, ездил, видимо, сам был за рулем, потому как водитель подтверждал, что он погиб, и если бы за рулем был бы водитель, было бы странно, что водитель сам это подтверждает, правда? То есть очевидно, что что-то там произошло, какая на самом деле это авария, или может быть, да, представить себе, что, допустим, человек не хотел вывода российских войск и сильно этому сопротивлялся, например, или по каким-то другим причинам, или это была какая-то диверсия украинских вооруженных сил, или атака целенаправленная, да, убившая, ликвидировавшая Кирилла Стремонусов, все возможно здесь. Опять же, информации очень мало, единственное, что он погиб в автомобильной аварии, это было сообщено официально, подтверждено всеми российскими источниками. Поэтому верить в то, что, как бы, он погиб можно. Вопрос, как это все произошло, никаких деталей, подробностей у меня нет. Я думаю, что ни у кого нет, потому что официально нигде не проходила эта инфа. Теперь, относительно всего этого развития сейчас, очень интересная возникает, как бы, в моей голове конструкция. Я не знаю, насколько она оправдана. Наверное, чистая спекуляция, но теоретически можно себе представить, что, исходя из той информации, о которой мы говорили вчера, контактов достаточно больших между Салливаном и Патрушевым, например, да, то есть, контактов по, как они говорили, контактов в избежании эскалации конфликта и перерастания этого военного конфликта в неконвенциональный и вовлечения других участников конфликта, да, то есть, чтобы он оставался, как бы, то, что, по-моему, это контейнт, да, то есть, таким, непосредственно, когда, что только этой территории не выходил за пределы России и Украины, да, этот конфликт, этому было посвящено множество диалогов, несколько разговоров между Салливаном, нашим помощником базы безопасности, и главой Салвбеза России, господином Патрушевым, если только это обсуждалось, тогда это одна история, но если еще какие-то другие вопросы обсуждали, что логично было предположить, правильно? Уже раз стороны разговаривают, наверняка они обсудят еще что-то, и приближение с нами этой большой двадцатки, на котором соберутся все заинтересованные лица, лично, скорее всего, и Путин поедет туда, хотя, я так понимаю, что об этом еще не объявлено, и, ну, это, кстати, и будет моментом, да, если Путин поедет туда, значит, скорее всего, какой-то диалог там ожидается, иначе вряд ли ему имеет смысл, по большому счету, ехать, хотя, опять же, чтобы не выглядеть пора, и, да, человеком, который изолирован, неплохо было бы поехать, учитывая, что там много есть людей, которые захотят с ним поговорить в любом случае, и не присоединившись к санкциям главы Саудовской Аравии, глава Индии и так далее, и так далее, практически глава Саудовской Аравии, мы позже о нем поговорим в контексте китайской встречи. В общем, ну, сам факт, если он не поедет, то наверняка ни о ком прогрессе речь не может идти, а если он поедет, то возможности есть, может, там будет и Зеленский, там будет Эрдоган, там будет Байден, и там теоретически возможно какое-то, и может быть то, что сегодня Россия, к чему я все это понял, что теоретически возможно, что решение, принятое Шойгу, оно как бы о выходе войск из Херсона, оно настоящее решение, и это является как бы одним из условий того, чтобы начался диалог, потому что, опять же, вчера я рассказывал вам о том, какие условия целиком, сказал, сообщил Зеленский для того, чтобы возобновить, начать мирные переговоры настоящие с Российской Федерацией о прекращении войны, о заключении мира, он сообщил эти условия, и, наверное, есть еще какие-то, это официальное заявление, но, как мы понимаем, любой переговорный процесс включает в себя, и любой договор, это компромисс, и, может быть, частью компромисса является то, что Россия уходит из Херсона, вполне возможно, теоретически, опять же, какие-то гарантии, может быть, нет, сейчас фантазирую, смотрю, как бы в будущее, что теоретически, возможно, это означает, это хороший момент, да, для всех, что, может быть, есть какая-то принципиальная договоренность между всеми сторонами, она за занавесом, она за кадром произошла, о ней никто ничего не знает, теоретически, да, но, как бы, вот, вполне возможно, чтобы избежать напрасного кровопролития в преддверии начала серьезного уже диалога настоящего, где будет выясняться по этой стороне какой-то жест доброй воли, типа, ну, не то же даже доброй воли, а, как бы, вот, какой-то жест того, что стороны настроены, да, это отсутствие, ну, хотя вот Бахмут продолжается, ну, может быть, как раз Донецкий регион, Донецкий Луганск будет включен, как бы, в ту часть, которую Россия сможет оставить за собой, вот, в финальной договоренности, окончательной договоренности о мире, вполне возможно, опять же, все это спекуляции, я не хочу быть гадалкой, никогда им не было, да, гадалкой, слава богу, но, если это так, то это внушает определенные надежды на будущее, будущие договоренности, которые теоретически возможны, и так как зима, скорее всего, может стать моментом позиционной войны на истощение, и учитывая общую экономическую ситуацию с гражданской инфраструктурой в Украине, и с огромными проблемами, с угрозой эвакуации Киева, например, и такими достаточно прозрачными намеками с запада от Украины о том, что неплохо было бы начать переговоры, причем эти намеки, они приходят из разных столиц, из Франции, из Вашингтона, я так понимаю, что из Берлина, несмотря на то, что параметры этих договоренностей, все говорят, должна установить сама Украина, тем не менее, какое-то давление теоретически может происходить, и вот этот знак, да, может быть того, что потихонечку стороны двигаются в сторону окончательного решения вопроса в будущем, но для того, чтобы это произошло, нужно, чтобы какие-то изменения на земле произошли тоже, и чтобы каждая из сторон могла сказать, что она сохранила, чтобы каждая из сторон могла сохранить лицо, да, потому как странно было бы ожидать от Зеленского реально, что он бы вступил в какие-либо переговоры с Путиным, без того, чтобы освободить основные территории, которые были заняты после 24 февраля. И в этой ситуации, в этом смысле, да, это вот возможный ход. С другой стороны, то, что происходит, представляет невероятную юридическую, на самом деле, забаву сейчас для Кремля, учитывая, что регионы эти были аннексированы и включены в состав Российской Федерации, и, соответствующим образом, уже была изменена Конституция, и они уже были приняты, а это ставит очень, погружает всю эту ситуацию в невероятную юридическую лимбо, на самом деле, из которой я не представляю себе, как юридически можно выйти, то есть что придется сделать для того юридически, а ведь надо все оформлять юридически, в главе России стоят юристы все-таки, да, для того, чтобы, юрист, и для того, чтобы это сделать, нужно, чтобы это как-то было все красивенько оформлено, я с трудом себя пока представляю, как это можно красиво оформить, но сказать, что как бы, а вот теперь давайте вот сделаем так, значит, выведем их из состава Российской Федерации. То есть получается как бы, что украинские вооруженные силы сейчас будут захватывать, де-факто, с точки зрения российского закона, еще раз повторюсь, да, получится так, что украинские вооруженные силы будут захватывать город на территории Российской Федерации. Это называется освобождением для Украины, но для России получается, что это оккупация российской территории с точки зрения российских конституций, российских законов, потому что они же уже зашли в состав Российской Федерации. Вот. И это интересный момент. Значит, это тоже надо будет пропускать через Государственную Думу и Совет Федерации. Вот. Это так. С другой стороны, значит, это все, если есть какие-то договоренности, о которых мы не знаем. Например, это возможно. Если же нет, и все это пустой треп сейчас с моей стороны, и никаких таких договоренностей нет, и стороны не пытаются привлечься к какому-то компромиссу. И это на самом деле то, что происходит. Потому что, в принципе, изначально мы должны понимать, что ситуация, в которой происходит, вот так, как она выглядит, так, скорее всего, оно и есть. Да. И не обязательно строить какие-то там конструкции вокруг нее, напоминающие конспирологические теории заговоров. Да. Оставим пока. Вот смотрим на нее, на ситуацию такой, как она есть. Да. Что русские сейчас там проигрывают. Не забываем, что украинцы обстреливали достаточно долго всяческие мосты, отрезая группировку вооруженную, которая в Херсоне находится. Говорили, что они будут наступать. Наступали уже с августа на Херсон. Делали достаточно уверенно, достаточно, как это, поступательно, никоим образом не снижая накала. И ничего не могло их от этого отвлечь, ни активное продвижение, попытки многочисленной атаки в районе Бахмута, да, в Донецкой области. То есть ничего не отвлекло. И выбивание украинской инфраструктуры, водно-энергетической всяческой, да, российскими ракетами не отвлекло от этого наступления. И угроза наступления страны Белоруссии опять на Киев, российских войск, да, оттуда тоже не отвлекло. Хотя, вот опять же, Арестович пишет, что нет, слишком маленькая там группировка, я тут его почитал, он пишет, что слишком маленькая группировка. Но мне известно о том, что Арестович ошибался раньше. Особо самая интересная его ошибка была в январе 22-го года, когда после того, как Путин послал в Казахстан 3000 десантников, он там написал этот пост, я думаю, что можно найти, я не думаю, что он удален, что вот так и так. Это было интересное действие. Путин там сделал то-то правильно, то-то правильно, то-то правильно. Но у нас, для нас, украинцев, да, есть один момент большой, очень важный. Так как он занялся Казахстаном, сейчас мы можем расслабиться, сказал Арестович, и через несколько недель началось вторжение. Вот, то есть бывало, что Арестович ошибался, что абсолютно нормально. Поэтому он, конечно, у него там есть определенные предназначения сейчас, да, в плане пропаганды. Его задача успокаивать народ и его развлекать, как только можно. При всем при этом, никто же не знает, на самом деле, что там у другой страны в голове. И главное, как нас учит реализм, не намерение, а возможности, что можно сделать. Это важный момент. Учитывая, что когда Суровикин рапортовал Шойгон, сообщил ему, что мобилизованные по этому специальному указу они прибыли, что вот они сейчас проходят специальное еще обучение, пока не на переднем краю, но там окажутся в распоряжении опытных командиров, там и так далее, и так далее. Теоретически, если провела произведена мобилизация и требуется время для того, чтобы подготовить их как бы для усиления в группировке, которая там находится, это займет еще время, поэтому тактически это тоже возможно. И сдача Херсона для Кремля не является концом света, учитывая, что Кремль когда-то и Москву сдавал, напомню. Ну, не Кремль, правда, тогда столица была в Санкт-Петербурге, и сдача Москвы не была чем-то уж таким совсем-совсем страшным. Не Петербург же они сдавали, где находился Зимний дворец и так далее. А Москву, которая была в тот момент бывшей столицей, но всякие вещи в истории происходили, и русским войскам приходилось часто отступать. Вопрос, насколько это отступление окончательное, не готовится ли контрнаступление и так далее, и так далее. Все это возможно, опять же, учитывая, что зима. Вот, и, кстати, эти все контрнаступления, они как раз зимой-то и происходили. От Наполеона до битвы под Москвой 41-го года. Я думаю, что никому не надо напоминать историю, все прекрасно знают. Так что давайте подождем и посмотрим, что в итоге из этого получится. Но так вот на поверку то, что сейчас происходит, это огромный успех украинских вооруженных сил, конечно, без сомнений. Теперь. И они, да, стратегически тактически все делали правильно, и явно совершенно слаженно использовали все вооружения, которые им поставлялись. И это, конечно, огромная заслуга начальника генерального штаба украинских вооруженных сил, да, генерала заложного. И это все нужно сказать. Это так оно и есть просто, да, было бы глупо об этом не говорить. То есть теперь надо посмотреть, как все это будет развиваться дальше. Это относительно этот момент, который я хотел затронуть, относительно последних новостей в херсонском направлении. Теперь приходит интересная информация о том, что, да, перевернем Крутанем немножко глобус, чуть-чуть на запад, в западную сторону Крутанем, и окажемся с вами на Ближнем Востоке, куда в скором времени прибывает Си Цзиньпинь. Все, фактически официальное подтверждение из Пекина пришло, что генсекция КПК прибывает в Саудовскую Аравию, никуда-нибудь в Саудовскую Аравию. И это очень интересное движение, очень о многом говорит. Ну, во-первых, вот я лишний раз всегда люблю сказать, да, что более великого ученого-политолога, гуру, да, конструктивизма Самуэля Хантингтона, чем Самуэля Хантингтона, нету. Да, и когда-то в столкновении цивилизации, в своей книге он написал, что, перечисляя все цивилизации, какие есть, 6 цивилизаций, которые между ними есть динамика, описывая динамику взаимодействия и конфликта этих цивилизаций, он сказал там интересную фразу о том, что вот китайская цивилизация всегда хорошо взаимодействует с исламской цивилизацией. И вот оно мы видим, и этот визит Си Цзиньпиня в Саудовскую Аравию, один из первых фактически его заграничных визитов, а он должен состояться, этот визит, во второй неделе декабря, то, что говорится. И там они должны начать обсуждать многие вещи. И инвестирование Китая в Саудовский нефтяной сектор, инвестирование в, скорее всего, в новый индустриальный город, и инвестирование в нефтепереработку, и не только, и в разные технологии. Мы же понимаем, что Мухаммад Бен Салман пытается сделать, да, он пытается Саудовскую Аравию с нефтяной иголки снять, дать дизиз, да, голландское проклятие отменить, и сделать так, чтобы Саудовская Аравия была дифферсифицирована в своей экономике, и чтобы у людей наконец-то появился шанс хоть чего-то, где-то хоть работать, если это не нефть, хотелось бы, да, в туризме, например, ну где-то. Учитывая, что процент людей с высшим образованием Саудовской Аравии немаленький, удельный вес молодежи очень большой, оплата всяческих разных там ништяков, которые граждане Саудовской Аравии имеют, она есть. Но все-таки Саудовская Аравия страна с достаточно большим населением, ну, по сравнению с Бахрейном, с Катаром, все-таки больше 20-25 миллионов человек, по-моему, населения. И не так-то просто сделать всех их миллионерами, но, по крайней мере, работу, надо дать им какую-то работу, какой-то шанс как бы самым себя обеспечивать, и главное, что возможность самореализации очень важна, потому что иначе как бы это достаточно такое болото, как болото для комаров, для появления каких-то элементов очередной волны арабской весны, что, конечно, над ним обязательно предотвращать. Вот, в зародыши. Как это делать? Развивая экономику, давая женщинам больше прав, пуская женщин на работу, разрешая им водить автоматы. Ну, много-много-много тех реформ, которые Мухаммад бен Салман задумал. И тут, надо сказать, сегодня, наверное, более революционного сверху режима, чем Саудовская Аравия, сегодня в мире, на Ближнем Востоке, по крайней мере, нет. Очень много сделано, и очень много еще будет делаться, и впереди еще строительство этого города, мирового центра, и вот в этот момент участие Китая очень важно. Обращаем внимание, что Саудовская Аравия меняет приоритеты. Это очень важно понимать, учитывая, что вот последнюю, после тех пощечин, которые демократы отвешивали на этапе своей избирательной кампании Мухаммаду бен Салману, и после того, как им пришлось все равно поехать и кланяться, да, и просить об увеличении нефтедобычи, в чем было отказано, в итоге получили вместо увеличения сокращение на 2 миллиона баррелей в сутки, и все эти обвинения в том, что на самом деле Саудовская Аравия хочет помочь Путину, а она на самом деле не хочет помогать Путину. Саудовская Аравия никому не хочет помогать. У нее есть свои национальные интересы, и часть этих национальных интересов убедится в том, что цена на углеводороды остается такой, которая дает им сверхприбыль для того, чтобы исполнять те амбициозные проекты, которые были задуманы. Это надо понимать, есть только национальный интерес. Все остальное – это просто болтовня. Есть нацинтерес. Этот нацинтерес включает в себя подобные вещи. Теперь, при этом, опять же, все эксперты, как один, говорят, что меняется при Мухаммаде бен Салмане в современном мире, меняется отношение Саудовской Аравии с своими традиционными союзниками. И Саудовская Аравия хочет быть с открытым лицом ко всем потенциальным плюсам сил. И, естественно, это включает в себя, кроме США, еще Россию и Китай. И это абсолютно логичная позиция в современном мире. И больше всего Саудовская Аравия сегодня видит себя все-таки не с Европой, конечно. Все-таки Аравийский полуостров — это Восток, хоть и ближний. Поэтому Аравия видит себя, Саудовская Аравия видит себя больше все-таки с Востоком, чем с Западом. Это понятно и в религиозном плане, это понятно. Все-таки ценности мусульманские, они не совсем европейские. Давайте скажем так. Все-таки Европа принято отождествлять с иудео-христианскими ценностями, а Саудовская Аравия явно с этими ценностями мало чего имеет. Поэтому тут много интересного возникает, много интересного, о чем поговорить. обязательно мы к этой теме будем возвращаться. Но сам факт того, что они начали двигаться во всех возможных направлениях, он очень показательный. И опять же должен помочь нашему государственному департаменту и нашим policy makers, тем, кто формирует американскую внешнюю политику, которая преемственная от демократов к республиканцам, от республиканцев к демократам и должна быть... Те, кто формирует стратегию внешнеполитическую США, которая в принципе не должна зависеть от того, какая партия у власти. Потому как национальный интерес США не меняется от того, какая партия власти. Они эти интересы есть, да? Надо обслуживать гегемонию, правильно? И раз так, есть разные виды гегемонии. Жесткий вариант гегемонии явно с Шанцовской Аравией не проходит. Это, кстати, проявляется также вот в визите Джанет Йелан в Индию, который, по-моему, должен начаться вот на этой неделе. Тоже смена подхода. Больше Америка не будет рассказывать Индии, что делать-то, Йелан летит туда, да? С кем дружить, с кем не дружить, а сосредоточиться непосредственно на антикитайских совместных действиях, например. Это уже огромный прогресс. Администрация учится, что удивительно, да? Учится. Какие-то уроки выучиваются из всего этого. Вопрос не поздно ли, да? Too little, too late, чтобы не оказалось, да? Слишком мало, слишком поздно. Но, в принципе, уже я вижу хорошие знаки, позитивные, и это не должно, в принципе, зависеть от партийной принадлежности того или иного госсекретаря. Это должно просто быть понимание, что мир поменялся сильно с 2001 года, да? Или с 91-го, когда мы наслаждались, Америка наслаждалась бедраздельной гегемонией. Он другой, он многополярный, и как бы надо это признавать. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик-политик, часть 2. С вами Кирилл Задов. Сегодня 9 ноября, год 1022-го. Среда. Два момента, да, касающиеся, остаемся уже в регионе. Во-первых, тут попутно, кроме всего, в предыдущей теме, последней, Саудовская Аравия, США и Китая, иранцы опять, высокопоставленный представитель корпуса стражи, заявил, что саудиты играют с огнем, в смысле, что они не могут насчитывать на то, что то, что они делают, как они вредят иранским интересам, может продолжаться бесконечно. В этом заявлении я не слышу угрозу. Написал об этом в своем телеграм-канале, кстати, Мариана Беленко, журналист-коммерсант и обозреватель Ближнего по Ближнему Востоку, когда принимал участие в нашей программе тоже, эксперт по Ближнему Востоку. Ее телеграм-канал называется Палафельна. Я рекомендую подписаться. Кстати, очень интересный грам-канал, там очень много интересной центральной информации Ближнего Востока, переведенки очень много с арабского языка. В общем, короче, рекомендую. Теперь относительно этого заявления, это как раз то, что, в принципе, надо американцам, то есть, как бы, как я сказал раньше, да, чуть выше, что саудиты хотят быть открыты ко всем трем полюсам силы, но защищать их в военном отношении, если придется защищать, да, их, будет только Америка. Не надо испытывать никаких иллюзий. Да, уже это проверялось в 91-м году и сработало, да, в 91-м, когда было вторжение в Кувейт, сало иракской, тогда операция «Буря в пустыне» была, и, короче, соглашение «Мы вам зонтик для безопасности оружейный, а вы нам стабильную поставки углеводородов», когда-то эта фраза включала и дешевые подставки, да, она продолжает, как бы, оставаться, ну, на самом деле, наверное, модусом опиранде в саудовских и саудовско-американских отношениях, тем не менее, тем не менее. Надо все ли, саудиты должны все время помнить, что в случае, если вдруг правда война, говоря, перефразируя старую советскую песню, то вот на Америку только можно рассчитывать в этом плане, хотя реализм учит на что ни на кого никогда нельзя рассчитывать, а можно и нужно рассчитывать только на себя, но сколько, как бы, оружия саудиты не покупают, тем не менее, и сколько у них его нету, войны есть у них очень много, и вот МБС с Трампом на 100 миллиардов, я помню, подписал концерт, когда был здесь в Америке, на покупки вооружений. Не знаю, сколько из них уже потрачено, сколько нет, но сама цифра была впечатляющая. Теперь войну, которую сами саудиты вели, мы наблюдали достаточно долго, с 15-го года по буквально вот этот, почти 7 лет, и она была, мягко говоря, ну, не настолько успешной, как, по идее, должна была бы быть, если бы саудиты до того, как хоть раз воевали вне своих пределов по-настоящему. Я так понимаю, что это первая война королевства, вне пределов такая большая, настоящая, длительная. Вот. Так что оружие, наличия вооружения этого мало, надо еще иметь определенный опыт, как бы мы понимаем, и подготовку, и историю для этого. Потому что одно дело объединять саудовскую Аравию, как это делал Абдуразиз бен Салман, простите, сауду Абдуразиз бен Саун, да, когда там в прошлом веке создавал саудовскую Аравию, как государство. И совсем на лошадях, там, набегами, и так далее, и так далее, все другое делают современные технологии, современные методы ведения войны. В общем, но это просто попутно заодно, что вот как раз в дополнение этой темы, в завершение ее. Теперь относительно израильской атаки, в ночь со вторника на среду, как я понимаю, был атакован конвой, который Бабу Камаль, это населенный пункт между, на сирийской территории, сразу на иракской, сирийской иракской границе. Конвой, на самом деле, по иранским источникам шел из Ирака в Ливан, по обещанному Ирану бензину, и бензином, да, Иран обещал Ливану послать бензин, топливо, который там в страшной кризисе продолжается пока. Вот. И, значит, Иран обещал топливо, то есть это кредит для Хизбалы, что вот она спасла страну, спасая страну от бензинового кризиса, и это вот как раз, этот конвой и был уничтожен. Конвой с 22 машин, пришел к границе, встал на иракском городе Аль-Каюн, по-моему, называется город с иракской стороны, а сирийской Абу-Камаль, это, кстати, не первая атака на проиранские цели, в Абу-Камале уже Израиль там атаковал, правда, иранцы обвинили не Израиль в этой атаке, а американские дроны, но суть не в этом. Значит, первые 10 траков перешли границу, да, переехали, и были атакованы. Считается, что там, да, атака была на... Израиль, естественно, не комментирует, атака была направлена против вооружения, ракет, помимо танкеров с бензином. То есть, да, два танкера с бензином были уничтожены, но остальные грузовики, говорят информированные источники, перевозили амуницию, ракеты и так далее, я так понимаю, для Хизбаллы. И это обычное дело, что израильтяне мешают этому произойти, но тут как бы получается, что завязан опять Ливан, вопрос, не повлияет ли это на ливанскую сделку, которую подписал Лапит и Мишель Айун, израильско-ливанскую сделку о демарканции границы, теоретически, может, практически, думаю, вряд ли. И это как бы обычная активность Израиля, уже больше, несколько сотен таких атак провел в разных местах, и Сирии, вот на границе с Ираком тоже, когда дело касалось израильской безопасности и иранских целей на сирийской территории. Это здесь стратегический интерес. Вот, но вопрос, да, 12 бензиновых траков остались еще на иранской территории, они не перешли границу, и так они ее после этой атаки не перешли. Естественно, Израиль все отрицает, точнее, ничего не комментирует, но, скорее всего, это они, потому что американское военное командование в ответ на иранское обвинение, что это сделали иранские дроны, простите, американские дроны, сказали, что дроны наши в никаких операциях не участвовали, то есть ответ был относительно однозначный нет. Это не, как бы, это не мы. Но понятно, что все вот такие удары координируются в данном случае с американцами тоже, израильтяне, если израильтяне это сделали, а, скорее всего, это да, сделали они, это координируется. В общем, все, что я сейчас рассказываю, никоим образом не добавляет в регион стабильности. Вот, ну, а, ну, с другой стороны, есть какая-то преемственность, то независимо от того, где какие выборы происходят, да, меняется ли где-то власть, подписываются ли какие-то сделки, да, собака лает, караван идет. Надо продолжать уничтожать конкретно те цели, которые могут нанести ущерб национальной безопасности израильской, что, в принципе, и делается, и это похвально, это хорошо. Насколько это может привести какой-то в обозримом будущем реальный диалог, чтобы снизить градус напряженности, это мы должны в ближайшее время увидеть. Опять же, ситуация на самом деле очень-очень нервная, разные ощущения предчувствия существуют, и многие говорили уже давно, что Ближний Восток находится фактически на грани следующей большой войны. Хотя сейчас, с приходом вас на Таньягу, это может стать, это может отодвинуться еще. И с подписанием, естественно, израильско-ливанской сделки, это очень интересный момент, мы об этом уже говорили. Вот примерно, друзья, о чем я хотел сегодня вам рассказать. Большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов и слушали «Бутик Политик». До встречи завтра. Надеюсь, что завтрашний день не будет таким насыщенным информационной повесткой. Хотелось бы, тогда можно было бы о каких-то более таких глобальных вещах поговорить спокойно, не оказываясь под давлением непосредственно новостей сегодняшнего дня. Счастливо, друзья. До завтра. «Бутик Политик». Сказал, как обрезал.